Масштабная народная акция «Наш День Победы», где регионы Приволжского федерального округа передают друг другу песенную эстафету, дошла до Чувашии. Легендарная песня зазвучала на чувашском языке. Песня «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова знакома всем жителям нашей страны. Но благодаря акции «Наш День Победы» теперь она зазвучала по-новому. Все регионы Приволжского федерального округа сегодня услышат ее на чувашском языке. Любой текст, и поэтический, и прозаический, и драматический, можно сказать, с любого текста на чувашский язык переводить очень легко. Язык очень свободный. Все детали жизненного бытия в чувашском языке имеются. Припевод для перевода. До этого песню исполнили на мордовском, марийском, удмуртском, башкирском, татарском языках. К акции подключились 11 регионов ПФО. И все мы немного больше узнали наших соседей. В годы войны в республику Татарстан было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов. Развернуто больше 50 ивакогоспиталей. Из Куйбышева вещал диктор информбюро Юрий Левитан. От него вся страна узнавала сходки с фронта. И в каждом из нас еще больше гордости за подвиг дедов и прадедов, своего народа и страны. За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики. А это 208 тысяч ее жителей. Каждый второй не вернулся в родные края. Имена уроженцев республики Героев Советского Союза высечены на стелле в Парке Победы, где каждый год 9 мая собираются тысячи жителей Чувашии. Они вспоминают своих родных, близких, знакомых, земляков и в память о каждом участнике Великой Отечественной войны возлагают цветы к вечному огню. Конечно, в этом году в День Победы здесь будет безлюдно, но истории победителей хранятся сейчас во всемирной сети под хэштегом «Вместе гордимся!» К проекту, инициированному в Рио главы Чувашии Олегом Николаевым, присоединились не только жители республики, но и Чувашии, проживающие в других регионах. Танк Т-34, выстоявший во многих сражениях, загорелся от снаряда. Машина была объята пламенем, члены экипажа потеряли сознание. Сержант Галкин, сам весь израненный, вытащил остальных членов экипажа из горящего танка. Потом его наградили медали за отвагу. Как поется в песне, этот день приближали как могли не только те, кто был на поле боя, но и те, кто, не зная отдыха, трудился на заводе и в поле. Те матери, что провожали на фронт детей. Кстати, в Чувашии материнской вере и стойкости посвящен отдельный памятник. Установили его в честь Таюки Неме, крестьянки Татьяны Николаевой, которую проводила на фронт всех восьмерых сыновей. И только одного вернула ей война. И, как считают артисты, принимавшие участие в исполнении песни «День Победы», даже 75 лет спустя этот день – радость со слезами на глазах. Тяжело сдерживаться, но мы артисты, понятно. Иногда бывает, на самом деле, пробивают слезы, все подкатывает к горлу. И даже в этот раз, когда мы исполняли эту песню, надеюсь, что все-таки 9 мая мы исполним. И не раз, несмотря на всю эту пандемию, наши старики, наши ветераны и не такое выдерживали. Завтра Чувашская республика передаст эстафету Кировской области. И вновь все вместе мы споем песню «День Победы». «День Победы! День Победы!»